Здравствуйте, в эфире программа «Смотрите, кто пришел». Почему даже в одной деревне мужчины и женщины, старики и дети сохраняют разные воспоминания? И зачем, работая в этнографической экспедиции, она ела рыбу? Об этом и многом другом поговорим сегодня с моей гостьей, научным сотрудником Череповецкого музея археологии, а также этнографом Ириной Даниловой. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Скажите, пожалуйста, мне вот очень интересно, такая необычная наука, вот я с ней еще никогда не сталкивалась, так вот где-то, у меня очень, наверное, поверхностные какие-то знания, что изучает этнография? Если совсем коротко и желательно попроще, то этнография, графас описывать, фиксировать, она описывает, фиксирует жизнь народов, этносов, этнография. А вот скажите, а вас-то как туда вот занесло-то, как вы стали этим заниматься? Потому что, ну, вот, к сожалению, вот в Череповце я точно знаю, что вот на этнографов не учат. Я сама, конечно, до прошлого года именно описанием народов я вплотную не занималась. По той простой причине, что, во-первых, у меня была совершенно другая работа. Не всегда было время на то, чтобы выехать в сельскую местность. И нужно ведь не только выехать в сельскую местность, надо еще и там достаточно большое время провести, чтобы познакомиться с людьми, акклиматизироваться. Они стали вам доверять, рассказывать какие-то истории своей жизни. Да, там нужно акклиматизироваться. Еще было бы желательно, чтобы там можно было вжиться в эту среду. И, конечно, да, вы абсолютно правы, для нашего, для Севера, очень важно, чтобы люди тебе начали доверять. А доверять они начинают очень даже не сразу. Неохотно делиться с людьми. Нет, нет, нет. Если бы, конечно, если бы я приехала только в прошлом году и сразу захотела, чтобы люди мне доверяли, конечно, в прошлом году, я думаю, что у нас никакие задушевные беседы бы, конечно, с местным населением не сложились. Но дело в том, что многие годы я возглавляю региональное отделение общества вепско-культуры в Вологодской области. И по мере сил занимаюсь сохранением и развитием вепской культуры. А так как место нашего изучения, оно было в ближайшей доступности от мест коренного проживания вепсов в Вологодской области, то, если не напрямую, то через кого-то, через каких-то знакомых местное население меня знало. Часть работы этнографа, надо собрать материал. То есть, соответственно, это экспедиция. Вот свою первую экспедицию. Как вы туда отправились? И легко ли вам было сразу найти этот контакт? Все ли получилось сразу? Чтобы туда выехать, надо и с литературой познакомиться. Нужно предварительно все-таки иметь представление о том, что это за люди такие, какой у них характер, как у них отношения друг с другом, как отношения у них с окружающими, какое их представление о мире, что бы они хотели, как они себе представляют немножко прошлое, свое место, скажем, в общем мироздании. Это все имеет значение, когда ты начинаешь уже непосредственно с людьми общаться. И поэтому просто так вот свалиться на людей, ничего о них не зная, это как минимум заведомо создать ситуацию, когда вы друг с другом не будете понимать. А еще бывает иногда, конечно, хуже до крайности ситуации, когда ты можешь без какой-то задумки случайно, без злого умысла, без такого обидеть людей. И они закроются, и вообще никогда ничего вам больше не расскажут. И, кстати, в прошлом году такие ситуации на грани того, что можно людей обидеть, они действительно приключались, несмотря на то, что, как мне казалось, все-таки с этой территорией я знакома, с людьми я уже общалась. Но, тем не менее, вот-вот они и выплывают загадки нашего, казалось бы, родного края. Какое-то знание передается из поколения в поколение, или вам все-таки удается находить вот таких старожилов, которые вот вам что-то рассказывают о том, как жили вот раньше? Как вот вы собираете эти сведения этнографические? Сначала, в принципе, идет общее знакомство, в процессе которого ты для себя намечаешь людей наиболее информативно значимых и готовых к общению. И, конечно, в первую очередь ты стараешься общаться именно с этими людьми. Хотя все остальные люди, конечно, не исключаются, потому что у каждого человека есть свой какой-то пунктик на запоминание. И, например, один человек, он может многое не помнить, но он может запомнить одну такую деталь, которая будет дорогого стоить. Поэтому, конечно, выделяя наиболее информативно значимых людей, мы, конечно, беседуем со всем населением, которое готово пойти на беседу. Это в обязательном порядке. Но, разумеется, наибольшей информативностью, особенно с точки зрения древностей, обладают, конечно, пожилые люди. Есть и некоторые особенности. И, скажем, например, то, что касается знания местности, обычно эти вопросы лучше, например, запоминают мужчины, как ни странно. А если насчет каких-нибудь там еды, как приготовить, покушать, одежда, похороны, какие-то обычаи, отношения между людьми. Например, если ты хочешь все-таки узнать и зафиксировать, куда замуж выходили, какие были брачные контакты, то за этим вопросом, конечно, лучше всего к женщинам обращаться. Они во все времена, видимо, были все-таки в большей степени заинтересованы выйти замуж и официально оформить отношения. Поэтому такие нюансы, они помнят лучше. Одежда очень информативна. Но я хочу у вас спросить про еду. Мне кажется, наша... Ну вот, что в одной деревне ели, что и в другой, наверное, ели, что в одном поселении ели, то и в другом ели. Есть ли разница? Просто на самом деле мне, как женщине, это интересно. Нет, это действительно очень интересно. По той причине, что, казалось бы, не сильно одежда должна сохраняться. А именно получается так, что одежда, она достаточно быстро теряет свою этнографическую насыщенность и информативную значимость. Люди быстрее переходят на ту одежду, которую носят все остальные. Молодежь быстрее переходит на унисекс. А люди в большей степени, они привязаны своими физическими какими-то нитями именно к еде. И еда на сегодняшний день, она с точки зрения этнографии, получается одним из наиболее информативных маркеров, по которым как раз можно... Ну, что мне и пришлось сделать. В том году меня пыталась бабушка, но у нее-то, понятно, механика, она отработана, она уже до автоматизма как-то вот так вот как-то скалочкой, да, сделать эту круглую лепешечку. Но я так предполагаю, что когда мне в руки дадут это тесто и эту скалочку, то я вот так вот легко, как бабушка, эту лепешечку я не изображу. Вот. У меня там такой блинком он получится. Это мне нужно, наверное, там несколько раз попробовать. А попробовать надо, потому что иначе я не смогу точно записать. Пища, она действительно только на первый взгляд кажется одинаковая. Первое, что вот нам была задача в том году поставлена проверить, на всякий случай версию, которую высказала работник нашего музея Батузина Таталья Трофимовна о том, что там, возможно, есть локальная группа русского населения. Так вот, первое, что мне уникальное про эту местность народ выдал, это то, что они не только любители и знатоки рыбы, но они таким уникальным, ловким способом едят эту рыбу, что больше никто, кроме этого межиря, до такой степени ловкости, он не в состоянии эту рыбу съесть. И половину времени я, наверное, провела именно в том, в тех попытках выяснить, как же так вот они ловко эту рыбу едят. Ирина, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что все будущие экспедиции принесут вам очень много загадок, потому что без загадок, ну, наверное, скучно бы было жить, наверное, всем ученым, которые работают в таких вот непростых условиях. Но и чтобы количество разгадок, которых вам удалось вот найти, описать, осознать, чтобы этого было тоже больше, чтобы мы больше знали историю своего края. Спасибо вам огромное за ту работу, которую вы делаете. Ну, а на сегодня у меня все. Увидимся ровно через неделю, в следующую пятницу. Не пропустите, вас ждет встреча с очень интересным человеком. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok